Пятая серия начинается с Лиси, которая уже в который раз терпит поражение. Причиной тому стал Кракен с мордой как у Ктулху, вызванной Эммой в предыдущей серии. Он смывает Китсуны, спасибо комментариям, и разрушает дома. Пока доблестная полиция, которая так отчаянно охотилась на ГГшек, но не реагирует на монстров в городе, как и армия Лондона, тем временем сами ГГшки пытаются остановить Кракена. Особенно пытается Альфи, который своим взглядом на Кракена смотрит так, как будто чужой. Смотрит прямо в душу. Правда, это работает на один глаз. Но это только один глаз. Удачно упавшая тень на носу эльфа, не так ли? В общем, Альфи уходит в минус. Коперник тоже уходит в минус. Остается Эмма и эльфы, конечно, самое время вновь посудачиться про то, что Эмма не Мелинда, и наоборот. Четвертую серию подряд. Поскорей бы уже развеять иллюзию ушастого. Надоел уже. Во время захвата Кракена Эмма юзает свои силы, но сильный удар Кракена нокаутирует ее в ближайшее здание. Эльфа ловит Кракен, и нас перемещают во времени к тому самому дереву из предыдущей серии. Эмма вновь стала собой вместе с платьем свадебным. Это впечатляет маленькую спиногрызку, похожую на Пебблс из Флинстоунов, и ладно бы это была просто спиногрызка, но нет. Меня зовут Мелинда. Мелинда? Да, ребят, нас переместили в прошлое, а точнее в детство Мелинды. Как это произошло, нам понять в этой серии не дадут. Могу только сказать, что Кракен ударил Мелинду с такой силой, что разорвал для нее пространство и время. И она исчезла из своего времени. Потом Альфи это подтвердит. Хочешь увидеть самое удивительное, что есть на этом свете? У Мелины есть магия, которую ее отец запрещает юзать, где угодно. Эмма пробалтывается о том, что она станет ею в будущем, но спиногрызка не вникает в подобное. Дожду не дождусь этого потом, потом будет так здорово. Потому что тогда я буду помнить тебя и скажу привет, помнишь нашу первую встречу? Это такая да, конечно. Эх, если бы подобное случилось бы в Лисе и Псе, но мы-то знаем исход печальный. Эмма не против, чтобы Мелинда показала ей свою магию, которую она демонстрирует на колодце. Ее отец палит конторку и они сбегают. Тем временем жених Эммы словно Юрий Лоза. Как бы сильно он не устал, тем не менее продолжает плыть через Немогу и добирается до корабля. Как оказалось, этого мужика контролит Лисе, судя по его зеленым глазам. Тем временем, освободившись от оков, Альфи мчится на помощь Копернику. Я так счастлив, я так рад. У меня есть ты. Освободив Коперника, он бомбит Кракена. Альфи находит эльфа, который и сам неплохо справляется с Кракеном. А Альфи же не может найти Эмму, что подтверждает, что она в ином времени. Тем временем Эмма скопировалась с Мелиндой, чтобы вернуться в дом отца, пока тот ищет Мелинду. Ну или просто ушел по делам. А я не понял! Подружайки взбираются наверх, дойдя до комнаты отца Мелинды. Судя по эмблемам над дверью в его комнату, он принадлежит Старкам. И тут выясняется, кто ее отец. Это я, Мерлин, величайший волшебник всех времен. Что? Но подождите, это еще что? Дальше будет еще хлеще. В книжном шкафу Мелинда находит кристалл, который она подключает к Солнечной системе на потолке, который образует взрыв, который слышит и Мерлин. Контакт образует портал, из которого вылезает смесь трипода из Войны Миров с котелком из Гости Кробинсоном, у которого пылесосы, словно он робот из телепузиков. Вовремя возвращается Мерлин, который и останавливает всю движуху. Увидав Эмму, Мерлин юзает способности всевидящего. Несмотря на то, что Мерлин понял, что она из будущего, помочь ей он не может. Мерлин? Мама! А это точно мамка Мелинды, а не Мартиша Адамс, смешанная с Лилит из Савиного дома. Никогда не возвращайся, уходи, куда мне идти? Небо среди проклятого океана! Ну, вообще-то нет, ты не так далеко от Лондона, по крайней мере, я так думаю. В общем, женихом двигает Шизуха, и он возвращается на корабль, на котором уже орудует не Лися, а Волчара, ну или Оборотень. Он нападает на жениха, кусает его за руку и, вернувшись на плод, орет во все горло от боли, что может означать, что он тоже в скором времени будет Волчарой, пусть и не позорным. Не ори, блядь! Ах да, Луна. Нас возвращают к семейным страстям Мелинды. Она все рассказывает мамке, в том числе и про магию Мерлина. С этого у нее триггерит, и она хочет забрать магию, однако Мелинда идет против нее, что еще больше триггерит мамку. Отбросив Мерлина, который вмешался в разговор, мамка вновь пытается убедить дочь, но та настаивает на своем, и тогда мамка силы пытается вырвать из дочери магию. Отдай всю себя мне! Прошу! Остановитесь! Магия Мелинды борется с магией мамки и уничтожает ее, тем самым дав возможность поглотить ее и сделать из нее монстра, который позже будет фигурировать в разных временных периодах, например, в Египте в первой серии. И вот тут все встало на свои места. Оказывается, монстра, которого ГГшки побеждали в разных временных периодах в первой серии, является мамкой Мелинды. Побеждали, да не побеждали, поскольку она из одного времени перескакивала в другой. Мерлина, в свою очередь, с помощью магии Всевидящего отслеживал ее местоположение и отправлял ГГшек туда, где она остановилась. Однако, все еще не ясно, почему именно эльф, монах и робот были нужны для этой спецоперации. И почему для перемещения во времени надо использовать сложную технологию перемещения душ в Коперника и обратно, а не просто заюзав портал, как в первой серии сделал Мерлин. Типа, магия слишком мощна для таких персов, поэтому дальше Мерлина дело не идет, хотя в первой серии он был вместе с Коперником. В одной догадке я не очень уверен, но все же озвучу. Лиса является прихвостнем Морган, так зовут мамку Мелинды. И как только ГГшки ее отловят, сразу ее издаст. Если только сама Морган не является Лисой, хотя почему в остальных временных промежутках она никак не шифровалась. В общем, поживем-увидим, а Эмма возвращается в свое время. Вернее, не Эмма, а Мелинда, поскольку вспоминает о своей мамке и всячески отмахивается от Эммы. Ох, как эльф будет рад этой встрече, я, сука, в предвкушении, не напишу его, ей-богу. Мелинда, теперь на этот раз не Эмма, вернулась в строй, и в этот момент Кракен вырубает Коперника. От бомбежа Мелинда рвет на части Кракена, разбрасывая ее куски в разные стороны города. Зато хоть познают культуру Японии через суши из него. Итак, один из ГГшек погиб. Но надолго ли? Если судить по превью к следующей серии, нас будет ждать... Дирижабль! Ага! ...в котором есть роботы, готовые помочь ГГшкам в их ситуации. Отыскать Лисю, починить Коперника, предать ГГше, как это делал кумир Карла из вверх, у которого вот так совпадение, тоже Дирижабль. Буду удивлен, если на Дирижабле или на базе, куда этот Дирижабль летит, главой этих роботов будет человек. Ну или типа того. А сами роботы, как собаки из вверх. Будет интересно. Конец пятой серии. Продолжение следует...